Здравствуйте, друзья! С вами Кузнецов Дмитрий, центр юридической защиты компании Алям. Я хочу вам предоставить для прослушивания ролик, когда человек уже после определенных жизненных событий сообразил, понял и раскрыл для себя тот самый страшный сертификерет банкиров. В чем страх для банкиров? Да то, что их не нужно бояться. Достаточно включить мозги один раз и потом уже выключить не получится. Давайте послушаем, как это происходит. Сотрудник банка Тинькофф ничего не смог сделать с нормальным думающим человеком. Автору огромное спасибо. Поехали! Алло! Алло! Здравствуйте! Это банк Тинькофф. Меня зовут Марина Сергеевна. Дело оптимизации финансовых потерь. Подождите секундочку. Александра Сергеевна. Секундочку, подождите. Так, еще раз. Как вас зовут? Марина Сергеевна. А фамилия? Светаева. Как? Светаева. Светаева Марина Сергеевна. Александра Сергеевна. Вы слышите меня? Марина Сергеевна. Угу. Сергеевна. И еще скажите, пожалуйста, ваш номер идентификационный. 618. Угу. 36. Угу. Я вас слышу. Заню по поводу вашей неоплаты, Александра Сергеевна. Угу. Скажите, вот почему вы временно не погасили минимальный платеж? Так. Я вот разговариваю с вашими сотрудниками, да, уже более двух месяцев. И каждый день я беру ключи. Ну, вот с какой целью вы меня спрашиваете повторно? Вот, Александра Сергеевна, я не могу прослушивать чужие разговоры. А так как вот вы не производите оплату в течение трех месяцев, с октября месяца, на данный момент у вас три расчетных периода не оплачены, поэтому я вынуждена вам перезвонить. Угу. Ну, а где это фиксируется информация, которую я повторяю каждый день? Понимаете, Александра Сергеевна, я не могу прослушивать чужие записи. Ну, так она же должна где-то фиксировать свою информацию. Какая вообще информация про меня? Вы можете уточнить причину, по которой вы не оплачиваете? Я думаю, а если в этом смысле уточнять, если я уточняю... Вот мне вчера позвонили вообще три человека, и я всем трех людям повторяла эту причину. И вот вы сегодня мне позвонили, вы сегодня первое. Думаю, после вас еще позвонят, может, пара человек. Вы вчера три звонили, рекорд, как бы. Вы мне, наверное, еще два человека позвонили. Я каждому должна буду объяснить причину, да? Александра Сергеевна, вы должны понимать, что вне зависимости от причин оплата минимального платежа должна поступать своевременно. Вот. Значит, независимо от причин. Значит, моя причина вас не волнует, да? Раз это независимо от причин. Вы ее, во-первых, не уточняете, Александра Сергеевна. Я уточняю, я всем говорю, всем говорю причину. На данный момент вы мне не уточнили причину. Я думаю, смысл есть в этом, если вы только что сказали, мне говорите, что я не говорю. Если вы не говорите причину, вот если вы не говорите причину Александра Сергеевна. Когда у меня эта причина возникла, я звонила сама. И потом я говорю, в течение нескольких месяцев, я говорю одно и то же, одно и то же. На данный момент вы ее не уточнили? Это на данный момент. На данный момент. Вы не сказали, в чем ваша причина, да? Давайте я вам скажу без подробностей, просто скажу, что вот, как всем, да, говорю. Более двух месяцев назад у меня был утерян кошелек, вместе с деньгами и вместе с кредитной картой. Это ваше причина? Да. Мы можем отправить вам номер договора, по которому вы можете оплатить минимальный платеж. Номер договора или сам договор вы не можете отправить? Номер договора. На данный момент я могу только отправить вам номер договора. А как вы хотите его отправить на номер договора? По СМС-сообщению. Ну, у меня тут проблемы с телефоном. СМС-сообщению меня не читают. Вот я хочу, может, вы мне какую-нибудь бумажку на почту пошлите. Александра Сергеевна, вот вы хотите... Александра Сергеевна, вы хотите... А Марина Сергеевна. Вы хотите урегулировать свою ситуацию на данный момент? Вы понимаете, от того, что вы не платите, у вас сумма не уменьшается. Окей. И при нарушении сроков оплаты вам начисляются штрафы и действует внеустойка. Как вы понимаете, это значительно увеличивает вашу общую сумму задолженности. Вы же это понимаете, Александра Сергеевна? Марина Сергеевна, вы же понимаете, что вы не первая мне об этом говорите, и ничего вам не было бы мне сказано. То есть на данный момент вы не хотите урегулировать свою ситуацию? Почему? Я разве сказала, что я не хочу? Ну, вы ничего не говорите именно конкретного. А как? А что вам еще конкретного? Вы оплатите остаток минимального потяжа на данный момент? Ну, я же вам сказала, девушка, на росте делаю. У меня была утеряна карта вместе с деньгами. Ну, вы можете оплатить по номеру договора? У меня нету договора. Вот я прошу, прошу, чтобы мне договор выскали письмо. Заказание, адресы домашние. Вот у меня почтовый ящик хороший, что висит в кабинете. Куда можно все, что угодно послать. Можно даже все претензии туда послать. Вот мне даже письмо с приколом для хорошего представляется. Вот, все-таки смогли одно письмо по мне послать. Я думаю, вот могли бы, наверное, и договор, да, послать, чтобы я его тоже знала. Вот, месяц назад мне пришла бумажка, да? Да. Было написано. Я вас слышу. Предлагаем вам в течение трех дней с момента получения этого кисла оплатить образовавшуюся задолженность в размере 10 тысяч рублей. В противном случае банк будет вынужден предъявить следующим мерам принадлительного дискамера. Первое. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор. Второе. Предъявить гражданский иск с целью взыскания всей суммы заблужденности. И третье. Обратиться в службу судебных приставов, исполнителей, с целью направления взыскания заработной платы и доходов. Вот. И понимаете, это было месяц назад. И через течение трех дней, как вы понимаете, я не оплатила, да? Вот. И почему-то на меня никто иск с целью не подал. А почему вот, Александра Сергеевна, вы хотите решать все в судебном порядке? А почему вы меня обманываете? Почему мне посылают такие письма, и написано вот три дня, и три дня вот и все, и мы подведем в суд. А вот три дня прошло, уже месяц прошел, а кто так и не обратился? Вот почему вы меня обманываете? Александра Сергеевна, почему банк вот так вот? Я вам такое письмо не отправляла. Я с вами разговариваю в первый раз. Александра Сергеевна. А вы где работаете? В банке Тинькофф, я работник банка. Ну, так я вот банк Тинькофф отправил письмо. Или вы как-то это разная организация? Почему? Нет, мы одна организация. Не отвечает. Ну, так что, почему не отвечает за свои слова? Я вам отправлю номер договора, по которому вы должны будете оплатить принимать оплату. Вы мне письмо на домашний адрес мне отправите, мой номер договора. Хорошо, мы вам отправим документ на домашний адрес. Угу, пожалуйста. Можно не номер, можно договор даже весь. Можно даже копию договора. Ну, договор, чтоб договор был. Чтоб я видела там свою подпись. Это ж нормальная просьба гражданина Российской Федерации. Хорошо, я вас услышала, мы отправим вам договор по почте. Угу, хорошо, спасибо. Александра Сергеевна, ждем все-таки оплату, хотя бы минимального платежа. Ну, сначала мне договор пошлите, а потом ждите. Я вас услышала, всего доброго, до свидания. До свидания. Да, друзья, как они любят вот эти фразы, на их взгляд, красивые. Я вас услышала, я вас услышал. Ну, на тот самый момент, когда уже можно перефразировать вот эту фразу. Я не знаю, что вам сказать, я в тупике. Я вынужден положить трубку. Извините, вы меня уделали. Вот примерно так. Я вас услышала, это корректный завуалированный ответ. Нет, на самом деле, ничего этому человеку не пришлют, потому что ничего нет, никакого договора. А уж тем более с росписью двух сторон, уполномоченных это ставить, делать. Ну и, конечно же, вот правильно, да, один простой момент. Я вам пришлю смс, я вам пришлю там номер договора. Да мало ли, чьи ты там номера, цифры пришлешь и так далее и тому подобное. А вот у нас многие клиенты говорят, когда мы предлагаем им переадресацию, да, настроить. У нас есть услуга для наших клиентов, бесплатная переадресация, когда мы разговариваем сами от имени клиента с кредиторами. Очень многие боятся. А вот не сочтет ли банк или там коллекторы, что я уклоняюсь от разговора с ними? А это не повлияет негативно в суде? Ребят, всегда говорю, включайте голову, мозги. Вот представьте себе, вот говорит коллектор, мы не могли с ним по телефону созвониться, а вы в ответ судье. Уважаемый судья, а я что, обязан? Есть какой-то законный нормативный акт, который обязывает любого гражданина Российской Федерации иметь мобильный телефон или стационарный. Да я ненавижу гаджеты, я живу без телефонов и не собираюсь никогда его покупать. Да, указал какие-то цифры, на тот момент у меня это было, потом мне доктора запретили пользоваться сотовым телефоном. Вот простые аргументы, таких аргументов можно выдумать вагон и маленькую тележку. Так я подчеркну, аргументы. Люди не задумываются, люди почему-то решили, что вот те, кто звонит, те и правы. А о себе давно-давно забыли, о своей семье, о своем кошельке, о своих детях, о своем собственном счастье. Что мы родились с полным правом по факту этого рождения жить и наслаждаться этой жизнью, а не жить ради вот этих вот банковских попрошаек. Друзья, надо взвешивать все вот эти вот аргументы, о которых я говорю, включать мозги, думать головой, и тогда все будет хорошо, вы будете спокойно себя чувствовать. И можно, поверьте, даже находясь на нашем канале, совершенно бесплатно перестроиться и начать жить той самой свободной жизнью, получить финансовую свободу. Ну, конечно же, не без этого. Очень важно документально все свои дела в порядок привести. И здесь уже, конечно, нужна специализация определенная, нужны знания юридические. И мы вам предлагаем это все сделать. Посчитайте, сколько это будет стоить. Узнать вы можете цену наших услуг на нашем сайте. И на сайте выложено видео презентация, как устроена работа кредитных юристов компании Алиам. Отзвесьте все за и против. Поймите, наконец, что они вас загоняют в долговое рабство пожизненное. А это можно легко прекратить. Итак, ссылочка на наш сайт есть в описании любого ролика, в том числе и этого. Ну и для вашего удобства кликабельная подсказочка. В правом верхнем углу видеотрансляции выходит. Вот она. Посмотрите, пожалуйста, видео на нашем сайте. Оставляйте заявку, звоните нам. Мы с удовольствием вам подскажем, что и как, если вы хотите стать нашим клиентом. Ну а с вами был Кузенцов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алиам. Всего вам доброго, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok